Приветствую вас. В критической критической перспективе проблема решается через принятие личной ответственности за то, что происходит в том числе и с вами в этой самой ссоре со своим сыном. То есть, когда вы говорите такую вещь, что мы ругаемся своим сыном, да, вы говорите, что мы ругаемся, говорят и говорят, что вы ругаетесь, вы по сути распыляете ответ. То есть, вот мы ругаемся, пишите вы, и, собственно говоря, и всё. Вот мы ругаемся, и всё, и больше ничего не происходит. А кто ругается, почему ругается, за чего ругается, да, то есть, как бы, для чего вы звоните спросить, как дела, знаете, то есть, вы звоните спросить, как дела для сына, например. Действительно ли вы для сына своего это делаете. Или у вас другая задача, другая цель, у вас другие мысли по этому поводу возникают. Да, если вы действительно звоните, спросите своего сына, как у него дела, то я полагаю, что ориентироваться вам нужно на него, а не на себя. А когда вы начинаете ругаться, вы уже решаете, как бы, какие-то свои проблемы, никак не проблемы своего сына. Вот, и здесь получается в некоторой степени элемент лицемерия, как мне кажется. Потому что, ну, звоните вы вроде как с одной целью, а на самом деле с другой целью. Вот. Ваш сын это, по-видимому, чувствует, ваш сын это, по-видимому, ощущает, ощущает, что вы звоните ему с какой-то другой целью. Ну, как бы, что к вам нет доверия, в этом смысле, к сожалению. Вот. И, в общем-то, все происходит так, что ваш сын начинает, грубо говоря, защищаться. Ну, то есть реакция вашего сына свидетельствует та о том, что нарушаются его личные границы, нарушается его личный процесс. И, к сожалению, это правда. Хочется вам этого или нет. Вот. В этой ситуации, ну, в первую очередь нужно определить свою модель поведения, да, почему я ругаюсь именно. И что меня мотивирует на то, чтобы устраивать вот этот самый скандал. Ведь, если бы вы скандал не устраивали сами, то вряд ли были бы какие-то проблемы. А так можно, в общем-то, ну, сказать, да, так можно, в общем-то, показать, что... Ну, вот, что... Что вы не хотите этого делать. Что вы хотите все-таки... Ну... Как-то... Действительно на своего сына ориентироваться больше, а не на себя. Вот. То есть, по факту можно говорить о том, что вы где-то в чем-то чувствуете свою невовлетворенность. Да, это может быть связано, действительно, с сыном, но это все равно ваше невовлетворенность. Это может быть связано с чем-то еще, и вы вот это все пытаетесь реализовать через своего ребенка. А ребенку это не нравится, и он агрессирует, защищает все. То есть, вполне естественно и правильно, да, на данное ситуацию. Вот. А... Другой стороне нужно понимать, что ваш сын... Это подросток. Как-то называется уже глубокий подросток. Что... 16 лет возраст уже, такого прям нормального подросткового возраста, в самый разгар, и, естественно, дети в подростковом возрасте, ну, они... Ведут себя вот так, как ведет себя ваш... Ребенок. Это... К сожалению, это нормально. К сожалению, это нормально, к сожалению, это норма. Вот. И... Это нужно воспринимать, опять же, адекватно, неспокойно. У вас почему-то не получается. То есть, я не уверен, нужно ли здесь объяснять, почему в подростковом возрасте это нормально, и почему в подростковом возрасте Дети начинают ругать, проявлять какую-то агрессию и так далее. Я не уверен, что-то мне объясняйте сейчас. Если вам это интересно, то, соответственно, обращайтесь в индивидуальную консультацию, все разберем. Вот, но факт тот, что, вот, как бы здесь, Елена, вам нужно принять свою собственную личную ответственность за то, что происходит у вас, за то, что у вас происходит. Потому что, ну, по-другому просто не получится, вот, и прекращать, именно прекращать, это не нужно. То есть, не нужно это именно прекращать, нужно раскрывать скорее. То есть, необходимо раскрыть то, что вот между вами сейчас происходит, то, что с вами происходит, необходимо раскрыть, понимаете. Но мне кажется, что это вполне себе такая нормальная история, и если вы действительно хотите в этом разобраться, то обязательно обратите внимание на вот именно те причины, которые именно вас мотивируют на то, чтобы со своим ребенком ссориться. Потому что, еще раз повторю, ссора, ну, она невозможна, она невозможна, если в ней не участвует один человек хотя бы, да, то есть, ну, в одном лице ссориться нереально, в одном лице ссориться невозможно, это правда, это факт абсолютный. Вот. И, на мой взгляд, значит, ну, тут вот нужно очень грамотно подходить к вопросу. Вот. А, чтобы и вас не, ну, не обидеть в цене и не уйдать. С одной этой стороны. И, с другой стороны, чтобы ваша машина была бы лучше. А, вот. Здесь вот, эээ, еще есть одно, есть противоречие, которое, на мой взгляд, нужно разрешить. Это противоречие касается ориентации. На что вы ориентируетесь? А, при постановке вопроса касаемо соуси. Да? Вот. Вот. То есть, условно говоря, ориентироваться нужно сперва на себя, потом только на него. То есть, сперва я обещаю, ну, сперва обещаю, точнее, в первых раз. Во-первых, в первых раз. А потом я решаю уже проблемы других, без проблем, например, с выволковой недопустимой. только та. То есть, очерёдность, очерёдность, она вот, наверное, такая. И тут вот, собственно, по-другому не получится. Вот. Какая штука, какая штука. Вот, в принципе, и всё. А так мне очень важно, если у сына отец вашего, то есть, насколько явной у него является внучка фигура, как бы, ну, насколько явной является внучка фигура у него, если она у него, это самая внучка фигура. Вот. И без отца, опять же, мальчики подростки, как правило, становятся такими менее управляемыми, потому что они чувствуют чувственность своих матерей. Вот. Это лишает их дисциплины. Вот. А мужской такой твёрдости срок не ощущают. Поэтому это вопрос к вам, как он общается с отцом, если у него отец, если у вас отличная жизнь, да, и, соответственно, насколько вы обустроены в ней. Вот. Такие вот дела. То есть, в первую очередь вам нужно понять, почему вы ссоритесь, какие противоречия у вас. Дальше уже будет понятно. Вот. Прекращать ничего не надо, потому что это зажим. Я полагаю, что вот такими прекращениями вы, как раз таки, и вредите себе, в первую очередь. Вот. Ну и обратите внимание на себя, на твоё состояние. Если вы счастливы, то у вас ребёнок будет счастливы, а если вы не счастливы, то и ребёнок у вас тоже не будет счастливым, к сожалению. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.